Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в США. В настоящее время в связи с новой администрацией в Белом доме происходят различного рода изменения в порядке рассмотрения иммиграционных и неиммиграционных петиций. Была громкая новость насчет изменения порядка рассмотрения заявлений по политубежищу, сейчас это уже не новость, но было опубликовано другое заявление. Заявления на изменение статуса в США, то есть получение грин-карты по уже одобренным петициям и также заявления на подачу на гражданство в США для тех, кто уже владеет грин-картами, такие заявления будут рассматриваться дольше, к сожалению. То есть в иммиграционном департаменте происходит перераспределение ресурсов, ограниченное число офицеров, также ограниченное число зданий, в которых людей можно принять для интервью. И, соответственно, если рассмотрение заявлений по одним программам ускоряется, по другим оно замедляется. И, к сожалению, такое произошло с заявлениями на гражданство и на грин-карту. Но на самом деле это не столь страшно, потому что если человек подает заявление на гражданство, у него уже, естественно, есть грин-карта, которая дает ему все права и свободы в Соединенных Штатах, кроме возможности голосовать и возможности покидать страну больше, чем на год, без получения для этого разрешения. И также для тех, у кого уже есть одобренная миграционная петиция, просто идет рассмотрение их заявления, чтобы ему выдали грин-карту, тоже зависит от какого рода эта петиция была подана и одобрена. Но в основном у человека уже возникают какие-то права свободы, то есть он уже либо может находиться в США, либо он может ездить сюда, зависит от петиции, сложно сказать обобщенно. Но это я говорю с той целью, что обычно это не так страшно, как может казаться. Конечно, когда сроки рассмотрения увеличиваются, это неприятно никому, людям уже хочется получить все документы на руки, закрыть дело, продолжить со своей жизнью, но в то же время, пока они находятся в процессе ожидания, обычно у них уже есть и разрешение на работу, и документы, позволяющие им приезжать и выезжать из страны. Опять же, обычно у всех это имеется, но это не самое плохое, что может случиться. Как будет дальше, мы не знаем, будем следить за новостями, которые публикуют иммиграционные департаменты правительства США, передавать эти новости для вас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, а также звоните, пишите, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Как получить политубежище в США не самым ближайшим родственникам, после того, как один из членов семьи уже подал заявление на политубежище. Как мы знаем, когда человек подает заявление на политубежище, он свое заявление может включить в ближайших родственников. Таковыми считаются супруги и дети моложе 21 года. Не братья, сестры, родители не могут быть включены в одно заявление. Все люди старше 21 года, а возраст совершеннолетия в США считается 21 годом, должны подавать заявление отдельно. То есть каждый взрослый человек сам за себя. Однако же, если уже после интервью дело было передано в суд, и случаются такие зачастую ситуации, когда семья, которая уже более большая группа родственников, сбежала со стороны своего проживания, так как их преследовали. Эта группа родственников может состоять из братьев, сестер, которые каждый из них уже совершеннолетний, из родителей. То есть каждый должен подавать заявление самостоятельно. И существует такая вещь, как социальный класс на основании принадлежности к семье. То есть если заявления переданы в суд, и рассматривается, есть судебное слушание одного члена семьи, ну давайте скажем, одного взрослого ребенка из семьи, и он получает политубежище, то тогда остальные члены семьи, его братья, сестры, родители, при определенных обстоятельствах, конечно, каждое дело индивидуально, но их можно поместить в один социальный класс. То есть если преследуют одного члена семьи, то преследования могут распространяться на других членов семьи, только на том основании, что они являются его родственником. Например, скажем, у одного человека из семьи преследовали на основании его политического мнения. Возможно, также преследовали его братьев, сестер и родителей, только потому, что в их семье был такой представитель. И многие в США рассмотрения отделы и зависят от штатов, от судей, но в основном, конечно, удается поместить таких членов семьи в отдельный социальный класс. И получение политубежища одним членом семьи, может быть, и зачастую является очень положительным фактором для всех других членов семьи. Если у вас есть вопросы, вы уже подали заявление, либо собираетесь, либо ваши родственники подали, но вы собираетесь. А также по всем другим иммиграционным вопросам, пожалуйста, пишите, звоните, с удовольствием ответим. Субтитры подогнал «Симон»!